А я все чаще замечаю, что ближний свет, как будто кто-то из... Вот, если вам хочется исполнить текст этой песни, сидя за рулем в вечернее или ночное время суток, ну тогда это видео, наверное, будет для вас. Сегодня мы поговорим о том, как полировать фары. Даже не о том, как полировать фары, а о том, как им, наверное, придать вид и все-таки получить какое-то ближнее, а не вот такое вот мутное пятно. Собственно, из-за чего это получается? Мы видим мутную часть рабочей поверхности фары, защитного стекла. Получается это из-за чего? Из-за воздействия солнца, из-за воздействия встречного потока ветра вместе с пылью. Ну и как бы уже из-за возраста, да, само собой. Лака заводского здесь уже давно нет. Эта фара уже полировалась чуть ранее. Вот. Ну, сегодня мы поговорим о том, что нужно для полировки фара. А нужно всего лишь наждачка на 100, на 1000, на полторы. Полировальная паста. Ну и дальше извращайтесь, как хотите. Кто-то полирует тряпочкой, кто-то полирует щёточкой, кто-то полирует губкой. У меня есть полировальная машинка, поэтому я буду полировать ей. Но все вышеперечисленные способы, они приемлемы. Начнём работать наждачкой. Для того, чтобы нам работать наждачкой, нам нужна вода. Наждачка любая выше 300 фракция, выше, ниже, короче, зерно, да, мы должны всё делать исключительно на мокрую поверхность. Мокрая наждачка, мокрая поверхность, периодически смачивая, стирая, потому что всё, что мы будем протирать, наждачка будет забиваться очень сильно. Вот тут, кстати, видно, наждачка не новая. Вот это вот уже чуть-чуть чем-то забито было, да. И нам может давать дополнительные царапины на стекле. В чём сейчас наша задача состоит? Наша задача состоит сделать эту поверхность матовой. Соответственно, мы берём 1200 наждачку, более крупную не вижу смысла, потому что нет никаких глубоких царапин. Выравнивать поверхность фары, в общем-то, не надо. То есть, просто мы её сейчас дорабатываем в матовое состояние, а дальше смотрим, хватает, если сил, берём что-нибудь поменьше, 2000-2500, можем ещё ей проработать, это будет потом легче выполировать. То есть, если полировка дальнейшая предусматривает ручной режим, не машинка, не шлифовальная, не знаю, не шуруповёрт с насадкой, губка, которая там стоит, я не знаю, рублей 150, этого, в принципе, за глаза хватает для этой процедуры, а именно тряпочкой по старинке, то лучше, конечно, заполировать ещё 2000-е сверху. Поскольку у нас есть машинка, мы не будем с этим долго долбаться. Стираем со стекла всю лишнюю грязь, потому что она нам сделает очень приличные мозги потом при работе наждачкой. У нас появятся глубокие царапины, которых не было до этого момента. Смачиваем наждачку и мягкими движениями, наблюдая за тем, чтобы трение было без лишних глубоких зазоров, потому что потом опять же придётся переходить на более крупную наждачку, без лишних звуков. Поскольку мы говорим всё-таки о работе в домашних условиях, то мы не будем особо выпендриваться, чтобы выполировать её, то я не знаю, богемского стекла. Мы сделаем просто, чтобы это было красиво и свежо. Ну, допустим, вот до уровня поворотника, я думаю, мы дополируем легко. В принципе, мы сейчас обработали 1200 фару, мы видим её уже матовую поверхность, у нас пена шла жёлтая, потому что фара была жёлтая, мы предполагаем, это как раз мы стирали вот этот уровень пластика, дотёрли до того, что у нас пена пошла белая. Но о чём я начинал говорить? О том, что в принципе, было бы неплохо использовать малярный скотч. Не на момент работы наждачкой, а на момент как раз-таки полировки. Потом поймёте, круг большой, поверхность можно захватывать, и получаются вот такие моменты. Видите, вот чёрные выступы, это именно пластик. Это вот при прошлой полировке, как раз кругом оно и заделось. Когда полируется, то всегда стараются, стараются. Даже профессиональные маляры, маляры, полировщики, полирнуцы и так далее, стараются максимально не приближаться к краям, к граням. Потому что на грани всегда тоньше всего слой краски, тоньше всего слой лака, и протереть его до основания просто элементарно. В общем-то, что это и получилось. Ну, тут мы видим, что, в принципе, этот элемент вместе с колпачком омывателя фар, его просто уже, наверное, будет перекрасить со временем. Поэтому его пока не жалко, остановимся на фаре. Мы обработали 1200, и, в принципе, видно какие-то ореолы, потому что, ну, в идеале, она была четко в одной плоскости шлифовать. Мы поленились с этим делом. А для того, чтобы убрать эти ореолы, их потом будет не очень легко заполировать, то есть на этом месте придется долго притормаживать. Мы взяли сейчас еще 2000-ую, и попробуем еще ей пройти уже ровно в горизонтальной плоскости, чтобы убрать вот эти ореолы, чтобы у нас были ровные полосы. Не издавай странных звуков. Жидкость. Кончился? Жидкость. Ну, плевать не надо. Бля. Домотал я это все. О! Короче, сервис во дворе, он на самом деле удобный. Автосервис, он такого не сделает. Тем более, вы там не видите, что происходит с машиной. А здесь ты не только видишь, но еще и ощущаешь. А здесь фишка в том, что вот эта процедура полировки без покрытия лаком сверху или защитной пленкой на автосервисах стоит в среднем 2 рубля. Мы сейчас по факту пока что затратили рублей 150 на 2 листа наждачки, причем которая еще останется на несколько раз. Ну и немножко стаканов воды. Я однажды попробовал полирнуть шлифмашинкой. Взял киски 2000-е. Это, короче, жесть была просто. Я так посмотрел, думаю, твою мать, если сейчас эта паста не заполируется, фару просто выкинуть. Она неудобна, она же не ровно ложится. Здесь у нас есть какой-то радиус, а она в одной плоскости. Она такие орелы мне пооставляла. Короче, сразу для подписчиков говоришь о том, что полировать изначально, макировать фару шлифмашинкой нихт надо. Вообще нихт надо. Не, ну у нас была попытка снять это же видео буквально, наверное, месяц назад. Потом, короче, пандемия, жара, ну было не до этого. Вот, ну мы начинали снимать на примере Deo Matisse, вот этой вот бензопилы, да, на четырех колесах. Вот, ну и оттуда мы вам покажем кусочек. Для начала процедуры полировки нам необходимо привести в матовое состояние поверхность, которую мы будем полировать. Соответственно, чтобы убрать какие-то мелкие царапины, неровности, остатки заводского лака, шершавости и все прочее. Только потом мы начинаем полировку. Ну что ж, приступим. Так вот вообще делать не стоит, но было бы интересно. Так, ну мы затерли двухтысячные, в принципе уже на что-то похоже. Бытует мнение, что если взять еще 2500, то можно уже практически до прозрачной дотереть, но у меня настолько никогда не хватало. Вот, ну и готовясь к этому ролику, конечно, мы не могли пройти мимо бытующих мнений в интернете об экономии на полировальной пасте и о применении зубной пасты для этого дела. Поэтому я думаю, что мы, короче, попробуем это обязательно. Вот мы берем обязательно крепкие и красивые зубы у всей семьи, это вот без этого фокус не удастся. И обязательно со втором. Представляешь, что это будет? Она еще синеньким будет подсвечивать. Ну да, когда будет вообще как-то полицейский сигнал. Ой-ой-ой. Берем щетку и начинаем полировать. О, хорошо как. Я уже вижу это. Ты чувствуешь прозрачность, кристальную чистоту горной воды? Я чувствую здоровье всей семьи. Запах здоровья всей семьи вот просто. Вот. И полируем где-то до китайской Пасхи. Нафиг. Слышь, ну, может, хороший же, а? Смывай. Чего-то у меня какое-то ощущение, что, короче, нас где-то кинули. Хотя нет, ты глядь. Не, ну ничего, что. Слушай, ну так вполне ничего, что ли? Ну, средней паршивости. А ну-ка, пока она просохнет, мы, пожалуй, возьмемся за вторую. Но уже с применением специальной пасты для пластика. Потом попробовать все это сравнить. И посмотрим, что будет. Ну, кстати, удивительно. Мы взяли пасту Сонакс. Ни в коем случае не реклама. Просто это была, наверное, единственная паста, которая была в малярном магазине. Для фару мне сказали, вот, на, короче, не делай нам мозги. Вот. Поэтому сейчас вторую фару мы попробуем обработать этой пастой. А пока это просохнет, посмотрим, что у нас получилось. Потому что, ну, вот на мокрую прям, прям таки весьма интересно. Может, конечно, с прополисом оно лучше бы шло, но... Не-не-не, фтор решает. Фтор, ну, пусть пока со фтором. В общем, вторую фару мы сейчас потерли примерно такое же количество времени специальной пастой. Вот обратите внимание, в принципе, там есть, что еще дотереть. Там вот уже начинает видно, что у меня внутри фара пыльная, да, что уже интересно. Вот, вот, кстати. Прям вот видно, что внутри стекло. Но в целом, я думаю, что еще чуть-чуть ее полирнуть и очень даже неплохой эффект. Вот. Говори громче, соседи Ласковый Май включили. А, это нормально. Да, ну, это дворовые условия работы. Вот. В принципе, зубная паста, ну, я даже не знаю. По-моему, мы остановились на том же эффекте, который был первоначально. То есть, ну, может, конечно, колгейт как-то по-другому будет на это реагировать. Ну, может быть, прополис просто действительно нужен. Да, может, или прополис, или там, я не знаю, отбеливающий эффект нам нужен. Но по времени полировки было одинаково. Время полировки одинаковое, ну, не знаю, я вообще не вижу никакого смысла. То есть, ну, так поглумиться. Поэтому тут я, в принципе, могу, наверное, с полной уверенностью сказать, что ролики в интернете, которые нам сообщают о том, что полировать пластик можно зубной пастой и получать вау-эффект. Ну, по-моему, это все вообще лапша. Возможно, нужен просто зубной порошок. Ну, я боюсь, что ты знаешь, зубным порошком оно может прям вообще орелы оставить. Он-то фракция все-таки. Ну, да. Это все-таки паста, она жидкая и безабразивная. Ну, я думаю, очень хорошо видно разницу по фарам. Ну, видно, конечно, да. Уже темнеет, к сожалению, но прям, ну, нет. Ну, нет. Ну, давай сейчас обработаем еще немножко ту и эту перетрем уже нормальной пастой. Ну, добро. Так, ну, давай теперь спасать эту пару. Устрою легкий душ этим фарам. Не, ну, блин, ну разница, по-моему, очевидна. Ну, да и дрызер. Ну, да. А, и вода, он, бам и стекла. Все-таки дело во вторе. Нужен прополис. Мы добились, я считаю, вполне адекватного результата. То есть, все, что мы сейчас видим, мутное в стекле, если мы вообще это видим, это уже стекло изнутри. То есть, мы откровенно засрано, видимо. Ну, это надо снимать стекла и их мыть внутри. И, в любом случае, по той фаре, в принципе, даже видно вот сбоку, да, что до уровня поворотника мы добились блеска и прозрачности. Вот. Ну, таким образом, что мы можем резюмировать? Используйте специальные пасты, используйте специальные средства. Не делайте никому, и в том числе себе, мозг. Экономьте на сервисах, потому что процедура достаточно легкая, быстрая. Щетка на шуруповерт. А шуруповерт, по-моему, есть сейчас абсолютно у всех. Вот такая губка. Но им было не перегреть. Ну, да, на меньших оборотах, да. Но, тем не менее, такая губка, она стоит рублей 200. Сколько там наждачка? Два листа, да, рублей 150. Ну, пусть даже 200. На Алике набор 600 все вместе. И губки, и куча наждачка. А, ну, вот вообще тем более. То есть, да, и как бы тот же эффект, и вы спокойно можете в любой момент взять и переполировать. Вот. Ну, ребят, в принципе, процедура быстрая, я уже сказал об этом. Сложностей никаких нету. Спалить фару, но это надо просто откровенно, я не знаю, болгаркой фигарить. Там, где 10-15 тысяч оборотов, тогда, да, вы пластик поплавите. А так, в принципе, все нормально. Лаком я не покрываю специально, потому что, во-первых, лак для пластика, для фар, это достаточно тягомотная процедура. Ну, а во-вторых, на самом деле, мне проще раз в год просто переполировать и все, там, как бы, толщина стекла мне это вполне позволяет. Тем более, ну, сколько по времени, мы часа полтора, наверное, заняли на шлифовку, полировку, и, в общем-то, все. Что ж, хорошего света, прозрачных фар, не переключайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А, да-да-да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А что, надо, да это... Обязательно, ты что? Ведь это посыл к действию. Без посылок к действию люди не хотят действовать. А просто посмотрят, скажут, ну и хрен с тобой. Ну да, а так, ты же уже попросил, как бы, ну и должны. Да-да, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Хе-хе-хе-хе.